Расскажите о том, как Вы пришли в филологию. Может, пару слов о Ваших наставниках университетских? В 1950-х годах выяснилось, что то поколение, на котором держалась советская власть, в том числе всю войну, что это поколение просто уходит и никем заменить. Поэтому были открыты языковые школы. Вот я попал в одну из этих языковых школ. Это была 392-я школа с преподаванием французского языка и на французском языке. В том числе французскую литературу нам читали два года на французском языке и заставляли учить страницами тексты на французском языке. Я думаю, что до сих пор те, кто окончили эту школу без запинки, произносят в случае необходимости. Ну, попал я в эту школу не совсем случайно просто, потому что мама моя преподавала французский язык в институте Герцена, была преподавателем. Ну и семья, в общем, филологический отец, профессором университета и заведомой кафедрой. То есть какие-то вот такие семейные традиции были. И если говорить вот об образовании, то школьное образование давало очень много. В том числе вот по этим, понимаете, урок за уроком шла французская литература, потом русская. Нас разгоняли на этих занятиях французской литературы так, что потом было трудно переходить на русский язык на уроки русской литературы. Это не были курсы. Это было просто вот занятия, которые велись часть на одном языке, часть на другом. Когда встал вопрос о том, что дальше, то я, в общем, представлял себе, что это должна быть филология. И классическая филология получилась, я думаю, что не случайно. В том числе здесь было то, что заложено перед моим дедом. Дальше я попал в... Многих из моих наставников я встречал просто дома, когда они приходили к моему деду. Как звали деда вашего? Борис Васильевич Казанский. Он сам вообще петербургец, да, изначально? Ну, он кончал Петербургский университет, потом был распределен в Пермь. Из Перми вернулся обратно. Самый тяжелый год блокады пробыл здесь. В августе их только эвакуировали. Потом вернулся, преподавал, заведовал кафедрой одно время классической филологии. Кстати, я организовал первый съезд филологов-классиков, который проходил в Москве и Ленинграде одновременно. В 1957 году, по-моему, это было. Это, безусловно, определило и то, что я знал Аристина Ивановича Доватуры и Александра Ивановича Зайцева, который в том числе писал дипломную работу под руководством Диана. Ну, поступал я просто, вот, как бы, поступал, нет, не правду сказал, потому что Александра Ивановича я встретил на улице, помнил его, поздоровался, представился и сказал, что я вот собираюсь поступать. В школьные годы я ходил в кружок к Леву Самойловичу Клейну по археологии, года три, наверное, и занимался в том числе, нам разрешалось приходить на кафедру и брать книги, ну, в основном это были книги на русском языке, публикации археологического общества. Это тоже приохотило к тому, чтобы посмотреть, но чистая археология, когда нету текста, нету истории, вот это как-то отвлекло меня в сторону и уже в школьные годы Мария Фимина Сергеенко немножко со мной занималась латинским языком. И вот это последнее, что вышло какого-то года, 17-го, прошлое, ее книга замечательным языком умела рассказывать о том, что происходит. Вот сейчас это с моим предисловием и с нашим, с Александром Кластьевичем Гавриловым, очерком жизни Марии Фиминой вышло, перезнание, собственно, ее книг. Вот. Вот. Аристин Иванович Доватур был, да, Мария Фимина Сергеенко много занималась и жизнью, и бытом римского общества, и сельским хозяйством Рима. Это было влияние Николая Ивановича Валилова. И вот это пересечение областей, где классическая филология, где лингвистика, где ботаника. Оказывается, что это дает очень плодотворное, когда это профессионально со всех сторон. Вот. У Марии Фиминой это было профессионально со всех сторон. Доватур, который был студентом в то время, когда Мария Фимина уже преподавала, кажется, ему самому она не преподавала, но они вот в Саратове оказались в эти вполне голодные годы. Ну и потом сохранялась дружба. Аристин Иванович был человеком исключительной и начитанности, и живости. Один коллега в ярости говорил, для него вся мировая история – это анекдот. Это было не так. Но Аристин Иванович не представлял себе историю вне жизни. А жизнь ведь включает в себя анекдоты в обязательном порядке, анекдотические ситуации и все прочее. Поэтому вполне легко, будучи начитанным в воспоминаниях XVIII-XIX века, Аристин Иванович вполне легко мог где-нибудь там в начале второй части занятия, и когда час тридцать идет занятие, то где-то после пятидесяти минут теряется уже все. Поэтому в этот момент надо что-то рассказать такое… — Сбодрющее. — Аристин Иванович рассказывал про Марию Торезию, которой прислали портрет Марии Антуанетты, дающей корову. И Мария Торезия кричала, что как это так, я выдавала дочку за короля, а не за пастуха. — Вот такого рода живые детали, взятые из воспоминаний, всегда каким-то образом к месту были испечатлены, кстати, и комментарий к тексту становился живее, конечно. — Вот Аристин Иванович занимался с нами греческим языком все годы, и грамматику мы с ним прошли. — Он показывал удивительные примеры. — То есть для каждого курса он писал грамматику заново. — Это, кстати, все неизданное лежит. При этом текст «Христоматия» была Соболевскому, другой тогда не было, и упражнения шли по Соболевскому. Это затрудняет издание лекции, потому что издать лекции и тут же Соболевскому невозможно. Но это было совершенно по четкой методике сделано. Каждое занятие завершалось тем, что диктовалось пять пунктов задания. Перевод с греческого, перевод на греческий, выучить слова, составить фразу такую-то, правило такое-то и так далее. Все пять пунктов должны были присутствовать в задании обязательно. Пункт четвертый — ничего. Вы не написали пункт четвертый — ничего. Это надо было записать, что пункт четвертый не надо готовить, чтобы не было двусмысленности. А вдруг я забыл записать пункт четвертый. Но каждому от занятия к занятию в том числе надо было проспрягать глагол полностью. Просправлять все именные части глагола. Естественно, что с какого-то момента мы не выписывали основу, а писали уже окончание остальное произнося. Но мы правильно ставили ударение, и это была практика ежедневного писания рукой. То есть моторная память здесь просто сильно помогала. Ну вот в начале уже второго курса мы начали читать не только кусочки по хрестоматии, но и текст. И сразу были комментарии вот такие живые, но без забредания в какие-то… Один раз Алистин Иванович прочитал так, как читали до революции. До революции приходил лектор, открывал, читал и комментировал, а потом студенты сдавали эти комментарии. Вот так мы с ним читали Марцалов. Замечательные тексты, такие как «Псевдо Ксенофонтова», «Политею» и так далее. Был подбор и текстов, и курсов, которые составлялись на наших глазах. Алистин Иванович очень любил Фиагнида и читал и комментировал его совершенно замечательным образом. Вот это одно из ярких таких впечатлений. Для нашего курса он прочитал курс исторической географии Греции. Подготовив его специально, вышла какая-то книга, которая привлекла внимание Алистин Ивановича. Потом этот курс он раза три повторил, но курса лекций, вот так чтобы прочитать, этого нет. То есть здесь надо было бы что-то и как-то сделать. И вот этот живой с юмором подход был очень-очень привлекательным. Александр Иванович привлекал тем, что то, что он делал, было предельно основательно. С этой точки зрения, по стилю речи, по стилю поведения даже, при том, что оба они отсидели, они отличались выразительно. Но это было для студентов исключительно полезно и вызывало одинаковое уважение и медленная речь Александровича, который подбирал слова иногда с трудом. Но это было очень четко продумано, и это были всегда формулировки, которые студента поднимали. Я помню его курс, посвященный мифу об Эдипе, он читал четыре года этот курс. Как один из участников постоянных сказал, ну мы здесь выступаем как мальчики для битья. На самом деле мы задавали вопросы или пытались что-то такое делать. Делать это было неправда, формулировка плохая. Приходили, пользовались тем, что мы можем задавать вопросы или выступать и спрашивать, почему не так, и что-то свое говорить. Но при этом самые глупые вопросы, которые Александр Иванович слышал, он, помолчав минуту, переформулировал так, что как на лифте этажа на четыре поднимал и в его собственных глазах, и в глазах всех присутствующих того, кто задал вопрос. И вот это было исключительно важно, то есть это было такое вот подтягивание всего на высокий, можно сказать, философский уровень. Ну и, конечно, начитанность общая, знание принципов филологических у Александра Ивановича было совершенно замечательно. То, что на наших глазах происходило многое с творением, в том числе и филологической теорией, конечно, было исключительно важно. Александр Иванович защищал докторскую диссертацию на тему «Греческое чудо». В докладах обсуждались, на наших глазах, к сожалению, это был отрицательный опыт, проходило обсуждение книги, во время которого отнюдь не все, кто нам преподавал, выступали так, как хотелось бы слышать. В частности, когда Леонард Герценберг что-то попытался сравнить с иранским миром, где он был специалистом, было сказано, что он не по теме говорит. В общем, его садили, значит, к полному изумлению всех присутствующих, Леонард Герценберг так сказал, я думал, что здесь научное обсуждение. Боюсь, что я повторяюсь, но вот в какой-то момент Леонард Герценберг читал лекцию в присутствии профессора Шлерта из Германии. Тот сделал массу возражений, я говорил это, да, и потом тот уехал, а мы слушали ответы в течение семестра. То есть вот это вот творение на глазах у студентов теории, это чрезвычайно важно. И, конечно, то, что были занятия в библиотеке, то, чего сейчас фактически нет, что разрушилось и что, где должна быть политика по тому, куда мы с этим разрушенным придем. А с Дуровым были знакомы? Да, конечно, и преподавал на кафедре у него, он, наверное, когда я был студентом, был аспирантом, потому что он, это курс, который кончил ровно за пять лет до нас. То есть ровно в тот год, когда мы поступили. Просто студент знает только его сына Дурова, создателя «Контакте», а вообще-то стоило бы знать его отца, потому что больше заслуг, конечно, у латиниста Дурова. Да, он много и переводил, и книги его, посвященные и Цезарю, и Нерону, и все это важная часть, безусловно, воспоминаний о Горестите Ивановиче Даватуре. В том числе он выпустил отдельной книгой, при нем работал от купщиков на кафедре. То есть многие традиции были им поддержаны очень сильно. Начинал он под руководством, кстати, Александровича Зайцева свои занятия ювеналом, а потом уже в 90-х годах. Вы не застали его? Ну, он в Москве был. И его введение в классическую филологию, поскольку оно было единственным, естественно, что мы знали. Лекции его, говорят, были совершенно замечательные, просто народ сидел на окнах, где только можно, в проходах. И до самой старости он сохранил невероятную энергию. Взойдя на кафедру, просто преображался. И так было из тех поколений, тех филологов, как Борис Васильевич Варнаке. У него учился Молотков, отец русской фразеологии, как о нем говорили у нас в институте. Варнаке говорил, я не понимаю, почему я должен цитировать Гомера по-русски. Почему эти студенты приходят в таком состоянии, что я должен, читая античную литературу, цитировать Гомера по-русски. Ну, как такое может быть? Значит, это Новороссийский университет в Одессе. Значит, вот Рацик был такой же. То есть он не понимал, почему он должен цитировать по-русски, но цитировал тем не менее. Там же в Москве был Сергей Иванович Соболевский. Это тоже, я думаю, что те, кто у него учился, такое же впечатление, как от Даватура. С начальной грамматикой. Мне рассказал Михаил Иванович Гаспаров, что когда они разбирали архив Соболевского, там, значит, были для упражнения перевод, переведите с русского на латинский. Сейчас революция, за окнами стреляют. Интересные тексты. Такой приближен, живая латынь. Вот, на самом деле, конечно, вот то, что две кафедры сейчас выжили, это хорошо. Абсолютно чудовищно, что и там, и там по пять студентов принимают бакалавриат. Кафедры классической филологии. Да. В МГУ и в Петербурге. Должно быть десять, минимум. Просто у нас страну в 150 миллионов с двумя тысячами университетов. Простите, зубодерам надо преподавать латынь. Всем медикам, всем философам, всем историкам, всем юристам, всем филологам, наконец. И мы принимаем по стране 16 человек филологов-классиков будущих, из которых явно определенный процент отсеется, а по окончании мы захотим, чтобы определенный процент поехал в лучшие библиотеки учиться, становиться ученными мирового уровня. И это наше право хотеть, чтобы они таким образом себя вели. В результате остается, что мы еле-еле воспроизводим в Москве и в Петербурге, а никто уже в Новгород или в Апсков и не поедет, при том, что это, в общем, рядышком. И это неправильно. Вспоминается, что перед войной был специальный курс, в 50 человек филологов-классиков набран, просто в тот момент, когда поняли, что некому преподавать в высших учебных заведениях. Кстати, вот Ярхой из этого курса. И это, в общем, себя во многом оправдало. А Алексея Федоровича Лосева встречались вы? Ну, я видел его издали несколько раз. Может быть, один раз говорил, но это было... Он был несколько отрешенным. Так вот, чтобы прийти на кафедру, просто чтобы разговаривали, был в это время уже кабинетным ученым. Ну, естественно, что я... Работы его... Работы его читал. Есть работы его, которые я ценю. Не то, что вы подумаете. Вот, скажем, его огромная работа по музыкальной эстетике. Другого у нас просто нет ничего. Что касается философских трудов, то, конечно, продираться сквозь вот этот изопыт... Язык применительной контичности было очень трудно. Я не уверен, что я это сделал. А читать его книгу о Платоне или книгу о философии истории было интересно. Читать его книгу о Соловьёве было интересно. То есть, то, что он понимал и представлял себе. Ну, и, конечно, масштаб личности. Но это был в большей степени философ, нежели филолог. Ну, как и Бахтин. Михаил Михайлович тоже был философствующий филолог. Да, да. Но Бахтин просто не имел с классикой такого... Хотя он древнегреческий ваттин знал. Он знал, потому что тогда... И преподавал, кстати, по-моему, даже... Преподавал, куда ему деться было. В Саранске... Это... В Мордовии, да? Да, да. До сих пор такого размера броводная мемориальная доска на доме, где он жил. Конечно, ему приходилось там вести вообще все подряд. Но даже самая Минипея, она не из фрагментов им составлена, а из философских представлений о том, что она должна была быть. В то время было другое соотношение между населением и тем, кто прошел хорошую филологическую подготовку. Понимаете, когда я слышу, что в Тбилиси в институте греческого языка 150 человек, то я ищу, нет ли у нас чего-нибудь подобного. Могло бы быть, но нет. Когда я думаю о том, что было до развала Советского Союза, то естественно, что два совета было. Один в Москве, другой в Тбилиси. Это было большим счастьем, что разрешили открыть Совет в Ленинграде. Но я оба раза защищался в Москве. Были кафедры классической филологии, остались в Вильнюсе, в Риге. То есть это было другое, в Тарту были замечательные специалисты, это было другое соотношение. Сейчас мы потихонечку ограничиваемся Москвой и Петербургом, при том, что, когда я был студентом, Савченко преподавал индоевропейстику в Ростове-на-Дону. Кто сейчас в Ростове-на-Дону может преподавать индоевропейстику? Кто вообще читает эти книги по индоевропейстике в Ростове-на-Дону? И вот так можно перечислять просто уход коллег старшего поколения и, конечно, отсутствие настоящего пополнения в будущем. В том числе виновата во многом система, при которой в магистратуру может поступить человек, не знающий древнегреческого и латыни. После этого у меня был случай, когда я вел элементарные греческие два года, вместо того, чтобы читать тексты и комментировать индоевропейское. Но это можно, конечно, микроскопами гвозди забивать, но, в общем, это для микроскопа не полезно. Соответственно, должна быть другая подготовка. Другая подготовка и другое количество просто набранных на филологию. А вот скажите, одно время на острие филологии и лингвистики была структурная лингвистика, вообще структурализм. Если шире смотреть, оно и философия была в моде, и не только в собственном лингвистике. А сегодня что на острие науки филологической? Ну, я думаю, что лучше всего ответил на это Вячеслав Силович Иванов в книжке «Лингвистика третьего тысячелетия». То есть, на самом деле, целый комплекс. Но за это время появилось такое направление, как корпусная лингвистика. Это возможность оперировать большими базами данных. Я не уверен, что при этом можно куда-то прийти к чему-то. Но есть замечательная, с моей точки зрения, теория Бориса Михайловича Каспарова, которая оперирует не какими-то отдельными отрезками, а коммуникативными фрагментами. Их перечислить невозможно, машина их сосчитать не может. Это то, что накладывается в нашем жизненном опыте, в нашем сознании. Но то, что они объективно существуют, мы замечаем каждый раз, когда мы мучительно что-то порождаем. Мы заменяем один коммуникативный фрагмент другим коммуникативным фрагментом и чертыхаемся по поводу того, что нас все время заносят в какие-то штампы канцелярские или не канцелярские, а нам нужно свежую мысль выразить. А вот на этот коммуникативного фрагмента у нас в голове нет. Вот такого рода вещи, для которых корпусная лингвистика необходима в качестве подспорья и одновременно отрезвляющего сообщения о том, что перечислить всего, что язык может, никакая машина не может. Нужна какая-то теория другая. Вот перед этой теорией мы сейчас и находимся. Но огромный запас языков, поэтому типология сейчас вырвалась на первое место. Если, когда я был на спирантуре, 40 языков сравнивают между собой какая-то конструкция, кто еще может так делать? Сейчас грамматика полно, все они на английском языке, поэтому типология в основном в Англии. Тогда типология была у нас, потому что все основные грамматики, эскимосские и прочие, прочие добротные, научно-высокие были сделаны в России. Иранистом нельзя было стать, не выучив русского языка, потому что все описания иранских языков были сделаны в Таджикистане, на Памире и так далее нашими учеными. Сейчас это все переведено там, где нужно, на английский язык, там, где не нужно, заменено англоязычными текстами. Вот это, что здесь скажешь. Значит, типология сейчас бурно развивается. Куда она разобьется, не знаю. Сравнительно историческая с реконструкцией прайм до европейской развивается бурно, и здесь нетрудно предвидеть, что в какой-то момент будет, наконец, обращено внимание на семантику. Потому что сейчас все задавлено чисто формальной реконструкцией. Вот здесь должен быть второй ларингальный или третий. И вокруг этого идут споры, которые в какой-то момент пройдут, будет уже выяснено. Дальше самое интересное. Как вообще развивается значение? Вот есть какой-то корень, у которого есть примерное, да, но объективно в контекстах не проявляется значение. Дальше от этого корня образуются разные формы, каждая из которых обладает своим грамматическим значением. Но вместе с лексическим они дают что-то вместе. Соответственно, вот как это развитие происходит, какие перескоки от одного к другому возможны, это, конечно, увлекательнейшая вещь, где в том числе очень могут помогать компьютеры, компьютерные технологии. Ну и, в общем, тем самым мы познаем немножко мир изнутри, а не только описание снаружи. Да, ну то есть сама... Сама логика предмета, она проявляется. И, конечно, возвращаясь к тому, что мы говорили про диалекты, каждый язык – это немножко своя логика, точно так же, как каждый предмет школьной программы – это очень своя логика. И когда напичкивают разными логиками, то выходящий из напичканных стоит больше, чем тот, который не напичкан разными логиками. А вот различия петербургской школы филологической и московской. Вот в Москве мощное такое движение герменевтики. Ну и это и в Петербурге тоже есть. Ну, в Москве больше. Но это в большей степени, я думаю, что связано с не с лингвистической, а с литературалической стороной. И здесь литературовидение одинаково в плохом состоянии. Там и тут. То есть просто очень не хватает специалистов. Очень не хватает специалистов. Специалистов в области античной литературы или вообще? Вообще нет. У нас им лейт. Пушкинский дом. Замечательно. Есть Пушкинский дом. Есть люди, которые занимаются преданным древнерусской литературой. Но прием в аспирантуру ограничен. Очень сильная была школа в Новосибирске. Я веду Елену Кастиную, Рамадановскую в первую очередь веду. Сейчас ее не стало. Значит, насколько там это сильно развивается, мне сейчас трудно сказать. То есть, ну, это древнерусская. А по литературе 20 века есть замечательные специалисты, но, простите, мне бы хотелось взять и прочитать историю русской литературы в одном томе. Ну, есть много пособий у учебных такого рода. В одном томе? Ну, не знаю, там. Для взрослого человека? У нас, по-моему, выходят некоторые такие работы. Отдельные МГУ у нас выступают. Кстати, МГУ выпускает в голубом таком, значит, в огловой обложке два тома. Вы сказали, в одном, но я видел в двух. Там про литературу 20 века, начиная с революции, заканчивая сегодняшними днями. Я не об этом. Понимаете, когда я беру литературу какую-нибудь, такой том выпустил святополк Мирский в 30-е годы, где прослеживается все от начала и до конца. Такой же том по русской литературе этой лекции читал в Литве, сейчас я вспомню, где прослеживалась вот просто преемственность основных идей. Что связывает? Не бисер повесть о Ерши Ершовиче, россияна Хераскова и кому на Руси жить хорошо. А на самом деле продуманные связи, темы, их интерпретация. вот это то, что было делалось и то, что делается на Западе, где все вот эти вот литературы от и до в одном томе, не потому, что они материал, бумагу жалеют, потому что если понадобится, есть отсылка, есть библиотека, есть интернет, но общая концепция должна быть и это общие концепции. Ну, у нас, например, есть в литературе институте Александр Николаевич Ужанков, он от древнерусский и в одном томе он так систематизировал и свой интересный тоже такой взгляд предложил. Должно быть взаимодействие идей и это столкновение этих идей, обсуждение этих идей и сопровождаться это должно хорошей филологической работой в смысле издания текстов. Академические собрания сочинений за XX век мы имеем два автора. Пушкин? Для XVIII. Пушкин, которого сейчас переиздают и переиздать не могут, а так Ломоносов, Радичев и боюсь, что Лермонтов. если брать XIX век и конечно самое замечательное пожалуй это будет Достоевский. Коголь сейчас в Москве издается Воропаев. Это все было слегка подрезано, но за это время свой XVIII век французы издали 3-4 раза. У них он был самый может быть золотой. у нас все-таки не был золотой век XVIII, у нас был золотой век XIX. Николай Николаевич, тут вы должны согласиться. Это так. Одно дело, да. Это так, но посмотрите сколько изданий было настоящих Карамзина. Знаете, без истории Карамзина мы не можем себе представить литературу России. Не правда у нас полумиллион тиражом выходили тома в 90-е годы. Это один раз речь идет о постоянной работе с рукописями, с добавлениями, с пониманием как это сформулировано. То есть знаете, если никто не сможет читать кириллицы, книги останутся стоять на полках, но они выйдут из живого употребления. И именно филология в общем держит все это живым. Обсуждение вот этих проблем и человеческих, то, чем мы с вами сегодня занимались, но и обсуждением чисто научных проблем, которые не обязательно интересны широкой публике. Ну какая разница писать ять или писать е? Все прекрасно понимают, что значит вознесся выше он главой и непокорный. Стоит напоминать о том, что в XIX веке непокорной это может быть и форма номинатива имени канала падежа. И тогда получается, что он непокорный в отношении головы. Либо он вознесся головой. Можете сказать, что и так, и так смысл-то примерно одинаков. Но может быть здесь присутствует заведомо заложенное удвоение смысла. И головой вознесся, и головой то он очень непокорный. Вот приучить находить некоторое удовольствие, но при этом я не призываю всех заниматься филологией. Понимаете, когда один из Петеремеев предложил конъюнктуру Гомеру, то это не украсило его царство. Царство было плохеньким. А Лотмана вы знали лично? Ну, я видел его раза два в Москве, когда он приезжал. Естественно, что читал и почитаю то, что он сделал. Один из докладов, я его очень хорошо помню, была интерпретация Козьми Пруткова. «Заткни фонтан, да и отдохнути фонтан». Он привел какую-то язык на пол, я не помню, не вспомню сейчас издателя, маркой которого была бьющая вода и ладонь, которая прикрывает это в качестве источника Прутковского. Предлагал такое, да? Да, да, да. Было очень ярко и симпатично. Слава Богу, что повезло и с учителями, и со старшими коллегами, и слава Богу, что была, в общем, довольно большая студенческая масса, которая могла приходить слушать в том числе потому, что в университет можно было просто взять и найти. Спасибо большое, Николай, спасибо. Спасибо.